Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Gridbox, конструктор страниц на Joomla, обновился со стопроцентной мультиязычностью. Что это значит? Все мы знаем, что Joomla имеет в базовой своей комплектации настройку правильной мультиязычности, чтобы сделать сайт на нескольких языках. Но при использовании конструктор страниц Gridbox ранее возникали некоторые проблемы, а я бы сказал даже недоработки именно в плане мультиязычности. Если бы вы делали просто многостраничный сайт на Gridbox, тогда проблем не было. Но если вы делали более сложные сайты, например, интернет-магазин за счет приложения Gridbox StoreUp, тогда здесь возникали проблемы ассоциаций. Например, находясь на русском языке внутри карточки товара, если я бы сменил язык, переключился бы на другой язык, то меня бы перебрасывало на главную страницу сайта. Хотя я должен был оставаться в карточке товара, но только должен был смениться язык. И большой недоработкой было то, что нельзя было назначить разные языки системным страницам. Это страница благодарности, страница ошибки, страница оформления заказа и другие страницы. Теперь это все решено. И давайте в этом видео посмотрим нововведения в Gridbox. Подробности в этом видео. Итак, я нахожусь сейчас на своем демо-сайте интернет-магазин на Joomla 4 с использованием конструктора страниц Gridbox версии 2.12.7.1. Самая актуальная версия. Давайте посмотрим. Это видео обзорное. Это видео не о том, как настроить мультиязычность на сайте Joomla 4. Это именно показать, чего не было ранее в Gridbox, так как были недоработки в плане мультиязычности, и показать то, что они сделали, внедрили в новой версии. Ранее мы использовали родной модуль Joomla для переключения языков. У меня на сайте это вот здесь вот выведено. Теперь мы можем отказаться от родного модуля Joomla, так как есть теперь новый плагин, именно Gridbox, который мы можем использовать взамен. На моем демо-сайте у меня два языка, русский и иврит. Плагин также работает, как и модуль Joomla, то есть переключает языки. Здесь настроена правильная мультиязычность, а именно созданы копии страниц, всех страниц. То есть у меня два языка, значит у меня копия всех страниц на одном языке. Если у вас будет больше языков, значит у вас будет на порядок больше страниц. То есть три языка, получается полный дубликат всех внутренних страниц, страниц сайта. И давайте посмотрим в админке изнутри, как это устроено. Я перейду сейчас страницы, страницы Gridbox. Например, перейду в режим редактирования главной страницы. Посмотрим на этот плагин. Во-первых, в списке плагинов, давайте посмотрим, найдем его здесь. То есть новый плагин будет находиться в навигации в разделе. Вот его название. При клике плагин размещается на сайте, то есть это замена родному модулю Joomla, переключение языков. И здесь есть возможности по умолчанию, то есть это просто переключение языков, как вы сейчас это видели. Есть ниспадающий список, когда вот так вот языки будут выбираться. И есть Lightbox. То есть во всплывающем окне человек вот так вот сможет у вас выбирать, какой язык ему предпочтительней. На вкладке дизайн размер тоже можно, размером флагов, вот я сделал меньше, тоже можно управлять. Но у меня 30 размер стоял, и в принципе мне нравится этот размер. Далее. Когда страница, например, главная у вас готова на двух уже языках. На русском и на втором языке. У вас появляется возможность, прямо в режиме редактирования появляется вот такой здесь блок, где я могу кликнуть и перейти на другой язык для внесения изменений, редактирования страниц. Ну, скажем, вы мультиязычность настроили, но не все сделали на данной странице. Здесь, находясь на русскоязычной странице, все сделали, чтобы просто сократить время работы с сайтом. Прямо отсюда перешли, вот я сейчас перехожу на ту же копию страницы, только уже на иврите у меня. И продолжаю работать с копией страниц для этого языка. Ну, чтобы вот эта штука здесь появилась, это, конечно, должно быть настроено. То есть, например, если я нахожусь в странице Gridbox, вот здесь вот в колонке я вижу языки, вот она главная страница, правой кнопкой мыши я сюда кликаю, перехожу на стройки, публикация. У вас сначала может вот так вот стоять. Вы выбираете сначала главный язык, у меня это русский, и появляется вот это как раз новая возможность ассоциаций. Уже вот здесь вот я выбираю копию главной страницы на иврит. Как только страница вот здесь будет связана, только после этого у вас появляется вот этот модуль, который позволяет быстро редактировать в режиме редактирования отсюда прям. И вот в начале видео о проблеме, о которой я говорил, например, я перейду женские парики, зайду, провалюсь внутрь товара, в карточку товара. Одно из проблем было то, что если я, находясь вот здесь вот в карточке товара, где я могу купить, положить в корзину товар, если я переключусь на язык, меня сбрасывало раньше на главную страницу. А меня должно оставить здесь, на этой же странице, но должен только смениться язык. Это и есть настройка ассоциации. Вот этого не было раньше. Сейчас это есть. Для этого нужно создать этот товар на одном языке, на русском, например, и сделать дубликат этого товара на другом языке, в моем случае иврит. И связать их. Связываются они так же. Вы переходите в приложение магазина, находите ваш товар, правой кнопкой мыши я по нему кликаю, публикация. Здесь я выбрал русский язык, и у меня уже заготовлена копия этого товара на иврите. Вот здесь вот я его выбираю. Только после этого, если я сменю язык, то вы видите, страница обновляется, я остаюсь на том же товаре, только сменился язык на иврит. Ну и, конечно, системные страницы. В данном случае, страница результаты поиска, спасибо, страница благодарности, страница оформления заказа, страница результатов поиска. Скоро будем. Страница, мы скоро откроемся, заглушка, да? Страница 404. Их невозможно было сделать мультиязычными. Теперь все эти системные страницы можно настроить. Здесь мы видим язык русский. Здесь, в данном случае, у меня не созданы дубликаты на иврит. То есть, по идее, надо создать все страницы, сдублировать и создать их на иврите, а потом уже таким же образом мы связываем. Выбираем русский и связываем с языком, с которым она будет связана. Ну и появилось еще мелкое дополнение в Media Manager. Возможность сортировки. Это видно, если я провалюсь в папку, например, в папку со своими иконками, кликаю. Видите, меняются все местами. Отсортировать по размеру. Видите, идет от 1 килобайта, 2 килобайта, 3 килобайта размер изображений. Вот такая вот появилась еще некая сортировочка. На этом небольшой обзор я заканчиваю. Думаю, из этого обзора вам понятно, что вы теперь можете использовать конструктор страниц, создавая интернет-магазин. При этом, если есть потребность создать несколько языков на сайте, правильное создание языков, чтобы каждая копия страницы могла индексироваться, а не просто польза для пользователей переключения языков. Теперь у вас есть такая возможность. Лично меня это очень радует, что есть такая возможность полной мультиязычности. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию в Эдинг Пэйдж на Литу 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Белба. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50-процентной скидкой на приобретение всех продуктов от компании Белба. Белба. Субтитры сделал DimaTorzok